Как сделать так, чтобы мужчина не просто скучал по вам, а тянулся к общению? Вот все 8 правил, которые я сегодня буду перечислять, используйте в своей жизни, и вы гарантированно станете счастливой в отношениях с мужчиной. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что последнее правило даст вам 100% понимание о том, кто рядом с вами находится и каковы перспективы ваших отношений. Итак, поехали. Первое правило. Запомните его раз и навсегда. Никогда не навязывайтесь и не пытайтесь маячить перед глазами у мужчины в его информационном поле 24 на 7. Если вы это будете делать, мужчина начнет воспринимать вас как некое ограничение в своей жизни, возможно, как некий контроль, а может быть даже как токсичность. Очень многие девушки в период влюбленности в мужчину, вот он понравился, бросают вообще все свои дела, и они погружаются всецело только лишь в мужчину. Доброе утро, как ты себя чувствуешь, как ты поспал, как ты поел, как ты пописал, как ты покакал, о чем ты думал, что ты будешь делать и многое-многое другое. Когда женщина влюбляется в мужчину, очень важное правило, которое вы должны запомнить. Вы ни в коем случае не отказываетесь от тех дел, интересов и ценностей, которые уже присутствуют в вашей жизни. А моя рекомендация – добавить к этому списку, который у вас уже есть, еще как минимум две занятости. Вот, например, у вас есть спорт, есть какие-то тренинги, лекции, курсы, учеба, встреча с развивающимся окружением, а вы добавляете еще два, ну, например, танцы и правополушарное рисование. Вот все, что вы захотите. Для чего это необходимо? Ваша задача – обеспечить себя бесперебойной поставкой гормонов радости и счастья, эмоций, которые не зависят от мужчины. В этом случае мужчина, который находится рядом с вами, познакомился, вы действительно ему интересны, будет пробуждать в себе инстинкт охотника. То есть ему будет интересно искать вас, завлекать вас, интересоваться вами, быть с вами в одном пространстве и поле. То есть у него будет возникать желание выходить на контакт. Это не говорит о том, что вы должны использовать игру в одни ворота. Пусть он звонит, а я вся такая принцесса, ни в коем случае не буду, значит, ему написывать и названивать. Нет, вы можете ненавязчиво обмениваться какими-то сообщениями, но это не должно представлять из себя такого гнусного уныния. Что ты делаешь? Задает мужчина вопрос. И девушка – да вот, не знаю, мне кажется, что то пятое, десятое. Нет, мужчина должен понимать, что вы в развитии, что он встретил такую же равноценную зрелую личность, если он является зрелым. Как проверить его зрелость и вообще о том, что он такой безопасный партнер? Мы об этом еще сегодня обязательно поговорим. Поэтому первое правило, естественно, запоминайте, применяйте в своей жизни и ни в коем случае не нарушайте его. У кого отношения начинались с этого, ставьте лайк этому видео. Второй очень важный пункт. Тормозите бурное развитие отношений. Как показывает моя практика, очень многие девушки, которые сломя голову, бездумно, не рассуждая ни о чем, поддаются исключительно эмоциям и влюбленности и залетают в отношения с головой, очень сильно жалеют об этом в итоге. Ваша задача – не спешить. Для того, чтобы понять и осознать, кто рядом с вами находится, необходимо, конечно же, время. И влетать в отношения, похожие на сожительство. Мужчина может сделать вам раньше, очень рано предложение, например. Прошло 2-3 недели, он уже признается в любви. Я вам не только как психолог, но и как преподаватель психологии могу сказать, что семья – это структура. И период влюбленности, к большому сожалению, очень многими людьми воспринимается как период любви, хотя он близко ничего к нему не имеет. И большая часть пар как раз-таки в период влюбленности и признаются в любви друг к другу. И когда он заканчивается, они начинают воспринимать этот период закончившимся. То есть, любовь прошла. Хотя, по факту, до любви еще никто даже не дошел и не дорос. Поэтому ваша задача, наоборот, использовать данное вам время в общении с мужчиной для того, чтобы присмотреться к нему. Для того, чтобы распознать, кто перед вами находится. Мы об этом поговорим, как я и обещал в этом видео. Обязательно досмотрите его еще раз говорю до конца, потому что последний пункт, он будет таким фундаментальным. Поэтому ваша задача – давать понять мужчине, что вы являетесь хозяйкой собственной жизни и собственного времени. Он может, конечно же, торопить события. Переезжай ко мне, выходи за меня замуж, предложение сделал, какие-то там намеки на то, что пора уже переходить на более тесный контакт. Не торопитесь. Дело в том, что очень многие женщины, которые спешат в отношениях с мужчинами, соглашаясь на быструю сексуальную близость, даже не представляют себе, каким образом усложняют процесс построения действительно счастливых отношений. Потому что потом, когда у вас формируется не только эмоциональная привязанность, но еще и физическая привязанность, сексуальная привязанность, вам очень сложно выйти из отношений, когда вы даже на ранних этапах обнаруживаете какие-то явно выраженные недостойные поступки со стороны мужчины, либо какие-то такие, знаете, невротические недостатки. И думаете, что ситуация поменяется, пройдет время, он станет другим, он станет лучше. По факту ничего не поменяется, ситуация останется такой же, но вам в этих отношениях будет становиться все хуже, хуже и хуже. Какие женщины, как правило, торопятся в отношениях перейти на такую уже более серьезную стадию? Это, безусловно, женщины, у которых отсутствует психологическая зрелость, у которых действительно явно выражено, специалист может обнаружить детские травмы, возможно, страх отвержения, страх покинутости. Это женщины с сломанной самооценкой. Как правило, у таких женщин часто обнаруживаются проблемы с границами личного пространства, а при диагностике выясняется, что они еще оказываются обладательницами такого доминирующего, незрелого психологического состояния. То есть у них активна такая детская часть психики, где они не способны быть автономной самостоятельной личностью и чувствуют себя счастливыми только когда появляется партнер. Вот если вы хотите стопроцентно быть уверены в том, что вы, познакомившись с мужчиной, сможете с ним выстроить счастливые отношения, я вам предлагаю пройти абсолютно бесплатную диагностику на своей онлайн-программе. Я такая одна удобная или уникальная. Мы в течение пяти дней продиагностируем вас с абсолютно разных сторон, начиная от личных границ, заканчивая вашей сексуальностью. Она может быть конструктивной, зрелой, может быть деструктивной, дефицитарной. А может быть у вас есть какие-то комплексы, которые не дают вам возможности быть счастливой в отношениях. Ссылка находится в описании под этим видео. Из любой точки мира в режиме онлайн вы можете пройти программу, где поймете и осознаете, каким образом подготовить себя к отношениям с зрелым психологически мужчиной. Следующий очень важный момент, на который нужно обратить внимание каждой современной девушки и женщины, это, конечно же, использовать технологию живого общения. Дело в том, что сейчас очень распространены различные мессенджеры, где вы можете видеть друг друга. Допустим, берем ту же запрещенную в России социальную сеть Instagram. В нее можно зайти и, в принципе, понять, чем занимается человек. Вот вы выкладываете сторис. Я поехала с собачкой груминг делать. А вот я на пробежке. А вот я на работе. А вот я с подружкой встретилась. Вот я чай пью. И вот в таком формате вы для мужчины становитесь абсолютно доступной. То есть он понимает, где вы находитесь, с кем вы находитесь. Если вы в постоянной переписке с мужчиной, у вас длительные сообщения, аудиосообщения, то в таком случае не у вас, а тем более у мужчины, не будет возникать такого ощущения «я скучаю». Потому что вы всегда находитесь в его информационном поле. А теперь представьте себе ситуацию. Он не видит того, что происходит у вас в Instagram. То есть через сторис он не может понять, где вы сейчас, с кем вы сейчас. В переписке вы с ним отвечаете, естественно, не манипулируете. Мы против манипуляции, я так тем более. Но ваши ответы не должны представлять из себя какую-то преамбулу такую, знаете. Нет, коротенькое эссе. Я там занимаюсь тем-то тем, там можно и без подробностей. Для чего? Для того, чтобы у мужчины возникло желание перейти к живому контакту и уже в процессе живой встречи обсудить много. А как еще раз повторюсь, как показывает моя практика, вот современные проблемы, мужчины и женщины, они во многом как раз-таки упираются в отсутствие живого общения. Вы переписываетесь, вы созваниваетесь, вы отправляете друг другу какие-то смайлики. Все. А вот если этого не происходит, и, допустим, возьмем такую ситуацию. Мужчина задает вам вопрос, как у тебя дела, чем занимаешься. Не надо ему отвечать подробно. Ну, скажите, да, все хорошо, там работаю, либо на тренировке, учусь в данный момент времени. Там при встрече подробнее расскажу. Все. А когда вы начинаете выкатывать все, что происходит с вами, у мужчины не возникает желания с вами встретиться. Понимаете? И хотим мы этого или нет, но мы должны понимать, что в любом случае мужчина всегда заинтересован женщиной, которая ему понравилась, но он ее не видит в поле зрения. Он хочет с ней сблизиться. Поэтому запомните это. Никогда, никогда, ни в коем случае не нарушайте данного правила. Следующее очень важное правило. Ни в коем случае не подпитывайте самолюбие мужчины. Современные мужчины, молодые парни, обладают таким явно выраженным раздутым эго, где очень часто наблюдаются такие нарциссические замашки, нарциссическая проявленность, считающая себя чуть ли не богами и господами в этом мире. И, безусловно, очень многие девушки, особенно, как я уже говорил, с нездоровой самооценкой, начинают заваливать мужчину комплиментами, восхищаться, произносить фразы «я даже не представляю, как я теперь без тебя буду», «ты самый лучший мужчина на свете, а вы с ним знакомы буквально недавно», и так далее. Почему так нельзя делать? Вы не знаете, кто перед вами. В период влюбленности и мужчины, и женщины становятся немножко лицемерами. Неприятная информация, но это правда. Никто в период знакомства не будет показывать своего истинного лица. Это только психологически зрелые люди в период влюбленности могут сесть и проговорить все это. Сказать, ты знаешь, я там неряшливый, у меня дома пиздец, что творится. Если ты сейчас зайдешь, ты ногу сломаешь, блин, об моей банке с попсиколой и трусы, которые там валяются по всей квартире. А она скажет, ты знаешь, да я такая же, у меня дома вон уборка, только когда мама мне звонит раз в две недели и говорит, «Зайчка, заеду к тебе скоро». Ну, он же не будет пукать перед вами, либо вы не будете показывать ему каких-то своих замашек. Нет, мы показываем себя с такой, подсвечиваем такую сторону своей личности, которой будет приятно партнерам. И когда вы начинаете подсвечивать игру, а это самая настоящая игра, то есть вы еще не знаете настоящую личность, которая перед вами, а подсвечиваете по факту его придуманный образ, а это очень сильно влияет на мужчину, и он начинает считать себя пупом земли, а вы там как будто бы в стороночке. Ни в коем случае этого не делайте, потому что можно очень сильно пострадать. Я вам расскажу одну историю. Девушка мне рассказывала, в общем, говорит, «Марк, вы знаете, я познакомился с молодым человеком, с молодым мужчиной, ему там 32-33 года было, и он постоянно о себе рассказывал такие истории какие-то невероятные, какой он крутой, какой он вообще супер монстр там, все дела он решает, все проблемы решает, его все везде уважают, он там весь из себя, значит. Но каждый раз, когда мы сталкивались с какой-то ситуацией, и он уже забывал мне про то, что он мне говорил, например, а она что, поддакивала ему, вау, вау, какой ты, и делала ему много комплиментов, потом, говорит, прошло время, и уже период влюбленности закончился. И я столкнулась с несколькими проблемами, и вспомнила его разговоры, что он как раз-таки вот в этих сферах жизни способен решить любой вопрос. Но когда я попросила его об этом, сначала это выглядело, да, вообще без проблем, потом это отсрочилось на неделю, потом на месяц, потом на два месяца, потом постепенно все сошло на нет, оказывается, там какие-то люди, мудаки, непорядочные, подставили его, что все, да, хорошо, что эта ситуация произошла, теперь я хотя бы буду знать, кто со мной рядом находится. Ну, в общем, это такая, знаете, тонкая игра, в которую вы можете войти как очень классный мотиватор. То есть смотивировать мужчину быть не настоящим, а быть игроком с вами в отношениях. Этого ни в коем случае делать нельзя. Смотрите, следующее правило, очень важное. Ни в коем случае не пытайтесь быть не такой, как все. Да, вот очень часто сейчас можно обратить внимание на то, как женщины стараются быть похожими друг на друга. Эта похожесть и схожесть, она транслируется абсолютно во всем. В моде, в прическах, в стиле одежды, вплоть до того, знаете, что даже пластическая хирургия имеет определенные тенденции. Одна пошла себе, накачала губы, кто-то себе нос там сделал, уши, грудь нарастили, задницу увеличили. И вот эта тенденция распространяется на всех неуверенных в себе женщин. И они думают по какой-то причине, что если мы пойдем на такое сходство с социальным конструктом, то таким образом мы как-то повлияем на то, чтобы рядом с нами появился мужчина зрелый. А зрелость психологическая, она говорит о чем? Что мужчина, такой зрелый психологически, он наоборот ищет для себя индивидуальность. То есть человека, который способен быть собой, вне зависимости от того, в какой среде он находится. Вне зависимости от того, какие обществом навязываются ценности и интересы. Я вот помню, когда я был молодой, мне там было лет, наверное, 18-20, и мы с пацанами ходили, например, на какие-то тусовки, мероприятия, где молодежь там отдыхает, танцует. И вот мода на танцы. И ты смотришь на танцпол, девчонки танцуют все одинаково. Ну вот правда, там плюс-минус, там у кого какая-то пластика, может быть, отличается гибкость тела, но стремятся все к однотипным движениям, потому что они сейчас модные, потому что они сейчас мега-суперкрутые. И в какой-то момент на этом танцполе появляется девушка, которая начинает танцевать вообще, потому что продиджи, я помню, у нас мода была на продиджи, прям, ну, отрывались по полной программе этих, значит, на дискотеках, и начинает играть продиджи, значит. И она вылетает на танцпол и начинает танцевать вот просто как-то по-своему и по-особенному. Ну, видно было по девушке, что она это делает не первый раз, но, чтобы вы понимали, на нее смотрели все. И даже те девчонки, которые танцевали очень однотипно, тоже остановились и смотрели. И у людей были открыты рты. Парни там вставали даже из-за своих этих мест, подходили посмотреть. И по факту образовался такой, знаете, круг вокруг этой девчонки. Она там такое исполняла. О чем это говорит? О том, что индивидуальность, она всегда лучше и круче, нежели стадное чувство. Не нужно быть как все. Вы и от природы не как все, а уникальное. А когда вы стремитесь быть похожи, это, безусловно, ни к чему хорошему не приведет. И у мужчины не будет возможности провести такой даже сравнительный анализ. А хотим мы этого или нет, сравнительный анализ проводят все, и мужчины, и женщины. И когда в этом сравнительном анализе вы становитесь в один ряд со всеми, это очень здорово понижает ваши шансы вообще на счастливые отношения с мужчиной. Следующий очень важный пункт. Не зацикливайтесь. Вот эта проблема, она очень существенно уничтожает и женственность, и сексуальность, и самооценку. Пошла на свидание и уже спать не может. И начинает, вот даже мне сколько девушек пишут, Марк, я была на свидании с молодым человеком, мы так хорошо провели время, а вот уже сегодня вечер, а он мне еще ничего не написал и не позвонил. И я понимаю, что это пишет женщина с уничтоженной самооценкой. Ей до такой степени неинтересно жить, она до такой степени неинтересна себе, ее жизнь представляет из себя нечто такое скудно-серое, хмурое, что вот этот маленький просвет в конце тоннеля в виде мужчины для нее является ориентиром. И она вот смотрит, куда ей двигаться, и не понимает, сможет ли она это делать без этого мужчины. Не нужно зацикливаться. А если вы понимаете, что вы не справляетесь с этим состоянием, если вам сложно с ним быть, конечно, нужно сопровождать себя, свою личность психотерапией. И это может быть индивидуальная терапия, это может быть групповая терапия, которая иногда дает гораздо больше эффект женщине, нежели индивидуальное сопровождение специалиста, например. И вот даже если брать программу, я такая одна, удобная или уникальная. Наша задача, моя задача в течение пяти дней показать и раскрыть вашу уникальность. То есть помочь вам уйти от тревожности, от этой сумасшедшей, бесконтрольной, неконтролируемой влюбленности, когда вы не умеете управлять своим состоянием, эмоциями, когда с вашей самооценкой существенные проблемы, когда вы входите в отношениях, и вместо того, чтобы кайфовать и радоваться, погружаетесь в состояние стресса. Поэтому еще раз напомню, что ссылка у меня в описании, обязательно пройдите эту программу. Это бесплатно. И из любой точки мира можно принимать участие. Знаете, есть такая фраза. «Женщина-книга». Женщина-книга. Ее нужно читать всю жизнь. Вот, представь, когда ты слышишь такую фразу, ты себе представляешь такой талмуд, значит, огромную энциклопедию, которую ты берешь в руки. Она такая тяжелая, что ее невозможно держать на весу. Тебе нужно обязательно положить ее либо на стол, либо на колени. И ты начинаешь ее перелистывать. И да, безусловно, если эта женщина и ее внутренний мир соответствуют вот такой большой энциклопедии, мужчине будет очень классно изучать такую женщину. Она многосторонне развита, она многомерно мыслит, она развивается в разных сферах жизни. Она может в общении с мужчиной быть какой угодно, какой угодно, поддержать разговор. Это всегда вызывает неподдельный интерес у мужчины. Есть, знаете, такой миф такой, что якобы мужчине не важно, умная женщина либо неумная. Это все чушь собачья. Если вас просто хотят трахнуть, здесь, безусловно, роли никакой не играют, есть у вас мозг или нет. Главное, чтобы у вас присутствовало наличие сексуальных элементов на теле, которые возбуждают мужчину. А если вы хотите войти в отношения с мужчиной и быть счастливой, без развития здесь ни в коем случае ничего не получится. Уже многочисленные исследования сотни раз доказали, что у людей развитых, я сейчас не говорю про образование, там про высшее, про пять высших, у развитых людей, которые занимаются самообразованием, изучают себя, расширяют масштаб сознания личности, шансов построить счастливые отношения, всегда в сотни раз больше, нежели у той пары, где есть явно выраженный провал одного партнера перед другим в плане интеллектуального развития. Поэтому быть книгой, быть загадкой для мужчины, это значит непрерывно развиваться, это значит быть себе интересной. Когда вы от себя не ожидаете, как скоро, как быстро, и в какой момент вы откроете в себе что-то невероятно новое. Это же, знаете, вот, я даже пример такой приведу. Приехал ко мне вчера, приехали вчера к нам в гости друзья, там в банке попариться, а у меня в бане стоит там караоке-система. И я как бы знал, какие-то фишки есть, особенности, все там настроено, классно. То есть с музыкальным оборудованием, с акустикой я дружу прям на сто процентов. А там проектор. Да, я особо там не изучал возможности этого проектора, потому что он транслирует картинку, есть там текст идет, песни поются и все. Но когда мне Дима показал все навороты, которые в нем есть, я реально офигел. Я офигел, потому что понял, что у меня под потолком висит просто очень классная штука для того, чтобы сделать отдых еще более приятным. Да, там можно поиграть в какие-то игры, там супер джойстик, блин, этот пульт, где можно его использовать, как этот, как они называются? Как они называются, Илья? Ну, типа ракетки там, да, там боксировать с ним, знаете, еще один взял, блин. Короче, вообще пипец. Из женщины то же самое. Многие женщины идут в отношения с мужчиной, даже не понимая, кто они такие. Ну, вы знаете, как вас зовут, рост, вес, там, размер ноги, в зеркало себя видите. А по факту, вы не понимаете уникальности своего тела, своего организма, своей репродуктивной системы, своего мозга, своей личности. Если вместо того, чтобы это изучать, вы пытаетесь и перекладываете ответственность на мужчину, чтобы он это подчеркнул, а вы чувствуете, что вам вот необходимо почувствовать себя значимой, и ожидаете это от него. Как он может подчеркивать значимость женщины, которая, в принципе, не проявлена? Поэтому, есть две большие разницы. Женщина-энциклопедия и женщина-три листочка, понимаете, которые раз перевернул, два перевернул, три, и больше не интересно. Поэтому, чтобы быть женщиной-загадкой, еще раз повторюсь, нужно постоянно быть в развитии. Вот. И, конечно, программа удобная или уникальная, она расширяет сознание женщины. Вы начинаете воспринимать себя не просто как личность, знакомую с детства самой себе, где вы жили, история, биография, но когда вы изучаете достаточно сложные процессы, например, формирование самооценки. Ведь есть заблуждение такое, знаете, женщины многие думают, что если сделать себе операцию, нос, грудь, еще что-то, самооценка повысится. Ерунда полнейшая. У меня были разные клиентки-пациентки, которые приходили после 20-30 операций пластических и внешне вроде бы приводили себя в порядок, хотя тоже такая сомнительная, знаете, красота. Вот. Ну, а по факту на уровне психики ничего не менялось. Поэтому ваша задача украшать себя в первую очередь изнутри. Когда вы красивы внутри, когда вы осознаны, когда вы зрелы, когда от вас идет зрелая сексуальность конструктивная, вот к такой женщине мужчина всегда будет тянуться, он будет скучать, он будет думать о ней. Ссылка в описании под этим видео. Регистрируйтесь и бесплатно из любой точки мира принимайте участие. Ну, и, как я говорил вам уже, очень важный пункт, который, в принципе, является фундаментальным. И если вы его проигнорируете, ну, последствия будут самыми непредсказуемыми. О чем этот пункт говорит? Ваша задача внедриться, ну, не в стан врага, знаете, в стан противника, а внедриться в стан мужчины. О чем идет речь? Ваша задача вывести отношения с ним на уровень, где вы познакомитесь. Первое, с его окружением. Это очень важно. Не может в окружении успешного, зрелого мужчины находиться такой быдлоколлектив. Ну, вот серьезно. Ну, вот я вам расскажу одну историю. Девушка приходит и говорит, вот я общаюсь сам с мужчиной, мне он так нравится, мы знакомы уже почти месяц. Ну, просто вот, ну, какой-то удивительный, он, знаете. И нас позвали его друзья, его позвали, значит, друзья, друг на день рождения. Вот. Ну, и, соответственно, он меня взял с собой, говорит, Марк, я сказать в шоке, это не сказать ничего. Эти люди, ну, мы сидели там, как бы, как ресторан, там все, отдельный зал. Эти люди, первое, нажрались так, что еле на ногах стояли. Мат-перемат, со своими женщинами общаются, как просто с конченными какими-то, шлют их. И потом еще отходят в сторону, хвастаются тем, какие они там классные. С официантами, с обслуживающим персоналом разговаривают, как с быдлом. Хотя по факту, ну, я же видела, что они из себя представляют. Сказать, что там какие-то супер успешные люди, нет. Более того, двое там или трое пошли, нанюхались какого-то порошка в этом, в туалете. Начали предлагать моему парню, типа, да давай, брателло, что ты гонишь, сейчас затусим еще на несколько. И я поняла для себя, что что-то здесь не так. И такого не может быть, я вас уверяю, чтобы ваш мужчина был такой весь из себя, сука, правильный, а в его окружении были долбоебцы, наркоманы, вот это быдло поведение, неуважение к людям, нажираются, как свиньи, ведут себя непонятно, чмырят своих женщин, а он весь такой чистый. Такого быть не может. Такого просто не может быть. И вот я вам не просто, даже не как психолог, а просто как мужчина это говорю. У меня были разные периоды в жизни. И были периоды, когда я был молодой, не совсем развит, и в моем окружении были тоже такие люди. О чем это говорю? О том, что я такой же, как они. О том, что я мыслю теми же ценностями, которыми мыслили ребята из моего окружения. Но когда я это понял, я начал уходить оттуда, я, конечно, был в шоке. Поэтому мы всегда отражаем свое окружение, а наше окружение отражает нас. Более того, ваша задача посмотреть на то, как ваш мужчина взаимодействует с людьми, насколько он добр по отношению к ним, насколько уважительно он относится к старшим, как он относится к своим родителям, что он о них говорит, братья, сестры, друзья, каким образом он справляется с трудностями, как он ведет себя в стрессовых состояниях, как мужчина, например, видит свое будущее, планирует его, как он относится к финансам, насколько для него это является достаточно ответственной сферой жизни. Это все нужно изучать. А, естественно, если вы сломя голову полетели в отношения, если вы позволили этим отношениям слишком бурно развиваться, если вы зациклились на мужчине, если вы забили на свое развитие, если вы всецело погрузились в него и у вас уже сформировалась такая привязанность к мужчине, вам будет очень сложно из-за этих отношений выбираться. Поэтому придерживайтесь этих восьми правил и никогда не нарушайте их. Ну, здесь мы это делаем не для того, чтобы он скучал. Это мы, эта женщина уже делает для себя. Это, знаешь, такой фундаментальный прием, который обобщает все, что было выше. Но и в любом случае ты же должен понимать, что когда женщина погружается в внутренний мир мужчины, если этот внутренний мир адекватен и мужчине нечего скрывать, то есть он открыт перед женщиной, он не боится показывать своего окружения, своей жизни, как он взаимодействует, то женщина в таком случае что? Становится частью его жизни. И он в любом случае по ней будет скучать. А если она входит в отношения и понимает, что там дерьмо, либо ему есть что-то скрывать, он и не будет к ней тянуться. Понимаешь? Для того, чтобы она не узнала его лучше и не пошла в этот внутренний мир его. То есть это тоже очень классный ориентир для девушки. То есть если мужчина адекватен, ему скрывать нечего, он, пожалуйста, вот смотри, друзья мои, окружение. Понятно, что рассчитывать на то, что он в семью ее сразу позовет. Значит, познакомься, это моя мама, это мой папа, это мой брат, это сестра. Вот на это рассчитывать точно сразу не нужно. Но, опять же так, если этот процесс вообще затягивается, он проходит месяц, два, три, полгода, год, а он так и не познакомился с родителями, здесь есть, ну, тоже повод наосторожиться. И нужно обсудить этот вопрос и задать его, почему ты мне не знакомишь с семьей. И ты же понимаешь, что эти вопросы будет задавать женщина психологически зрелая. Незрелая будет бояться, чтобы что, чтобы не спугнуть его. Потому что он вдруг убежит куда-то. В общем, эти правила исключительно для осознанных женщин. Для женщин, которые готовы управлять своей жизнью, а не плыть по течению в надежде, что само по себе все благоустроится и она станет счастливой.